Оружие в пластилиновом мире солдатиков В этом кратком обзорном видео я расскажу некоторые моменты касаемо вооружения солдатиков. Более подробно смотрите последующие фильмы на моем канале. Изначально оружие было стрелковым. Стрельба из ружей, автоматов, пулеметов имитировалась пластилиновыми пулями. Постепенно мы перешли на рукопашный бой. Изначально к ружьям солдат приделывались пластилиновые штыки. Поначалу в военных играх мы использовали самых настоящих солдатиков. В том возникла идея, вроде все остальные игрушки, в том числе и пластилиновые, формируется массовая армия по принципу 100% мобилизации. Давайте разберем как крепить копья. После того, как мы заточили спичку, берем фигурку и крепим ее к ее боку. Такое крепление оружия будет крайне слабым. И если мы пытаемся нанести удар по противнику, ну вот допустим, возьмем такой кусочек пластилина, можно увидеть, что копье отлетает после первого же удара, остается во враге. По факту наш воин остался безоружным. Эту проблему можно решить по помощи того, что возьмем копье и кусочек пластилина, прикрепим пластилин к копью, а потом уже пластилин прикрепим к нашей фигурке воина. Такое соединение будет гораздо надежнее. Проведем эксперимент. Мы видим, что штык до данного ружья не отлетает. В более позднее время пластилин не имитировал уже оружие, а просто был комочком. Вот мы опять видим, как наносится удар, и оружие остается на месте у воина. Ну так могло крепиться копье к дуногому воину. Не обязательно при помощи пластилина, просто держал в лапах. Но такое крепление было крайне слабым. Копье, скорее всего, вылетит после первого же удара по врагу. Так как спички детям не игрушки, мы использовали поначалу только обгорелые спички. Оружие получалось разных размеров. При этом, чем длиннее спичка, тем больше шансов поразить врага первым в рукопашном бою. Прозрослев, мы уже закупали спички в тех количествах, которые были нам необходимы. Соответственно, и длина копьи стала стандартной. Затачивать спички лучше не ножницами, а ножом. Так будет острее и прочнее наконечник. Наряду со спичками использовалось и другое оружие. Делались мечи из зубьев, расчесок. Сабли и мечи пластиковых солдатиков использовались по особому правилу. Спичку нужно было проколоть врага, причем царапины не считались смертельными. Пластиковыми саблями резать стекловый пластилин крайне сложно. Поэтому считалось, что касание саблей по незащищенному участку тела уже смертельно. Также, если фигурка была не пластилиновой, то касание по ней наконечника копья или лезвия саблей считалось смертельным для нее. Со временем появляются жестяные мечи. Про это расскажу в других видео. Будут показаны способы их применения в бою и из чего их сделать. Доспехи делались в основном из фольги. Самая первая фольга была нами получена из крышек от бутылок, из-под молока. Ее толщина и свойства сходны с современными мембранами на банках кофе или сметаны. Плюсом фольги было то, что она относительно хорошо прилипает к пластилину и держит заданную форму. Такую фольгу мы называли русским доспехом. Пробить ее заточной спичкой было сложно, хотя возможно. Доспехи можно делать и из бумаги, но они будут постоянно отваливаться от фигурок. За неимением фольги порой мы делали и бумажные, и картонные доспехи. Когда мы научились разрезать тюбики из подзубной пасты и получать из нее фольгу, мы поняли, что она более прочная, чем русская фольга. Доспехи из нее имели бронзовый цвет. Как-то случайно на прогулке мы нашли фольгу, которой обматывались трубы. Удалось найти достаточно много этой фольги. Мы назвали ее греческим доспехом, так как мы ее использовали для вооружения греческой армии. Она по свойствам была лучше любой другой фольги, известной нам. Практически пробить ее никакое оружие не могло. Мы видим, что фигурка в таком виде крайне уязвима. И для усиления защиты фигурки нужно дать ему щит. Щит мог быть в виде пуговицы. В таком виде воин уже имел гораздо больше шансов уцелеть при первом столкновении с противником. Например, данному волку мы делаем защиту в виде пуговицы, вешивая ее на грудь. Вот таким вот образом. Щиты делались из разных материалов. Это могли быть и пуговицы, и монетки. Порой щит делался из фольги. Были щиты и со встроенными пиками. Шлемы. Ранние шлемы были примитивны и просты. Например, мы находили ракушку, из нее делался шлем. Ракушку могли окрасить пластилином. Крепим шлем-ракушку на голову нашего дунного зайца. Делались шлемы из фольги. Так делался конический шлем. Дрезаем и закручиваем. Хотя он и просто в производственную защиту давал минимальную. Шлемы тевтонских рыцарей. Мы оценили, насколько они более выгодны в бою. Со временем такие шлемы с двумя дырками для глаз стали делать массово. Обращайте на себя внимание, что некоторые открытия, сделанные нами в вопросах вооружения или доспехов, применялись массово, не сразу. Преимущество литых доспехов над пластинками мы открыли лет в десять, но довольно долго делали в основном пластинчатые доспехи. Только появление фольги в массовом количестве и создание относительно однотипных войск привело к скачку в качестве бронирования солдат. Фактически мы постепенно довели бронирование до стадии, когда воин стал практически неубиваемым. Смотрите следующие мои видео, будет интересно. Обо всем об этом я расскажу более подробно. Присоединяйтесь к каналу и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Субтитры создавал DimaTorzok